Девушки отдыхают Осталось у меня это в памяти до сих пор. Хотя я знаю, что это цып-цып мои цыплятки, вы пушистые комочки, мои будущие квочки. Я надеюсь, что вы все узнали эту женщину. Как? Многие до сих пор не поняли, кто это? Ну тогда давайте смотреть сегодняшнюю «Аллею звезд». Здравствуйте, дорогие друзья. И вновь на ваших телевизионных экранах программа «Аллея звезд». Только что вы видели женщину, певицу, которая была кумиром в 60-е годы. Она появилась на московской эстраде внезапно и моментально заняла ведущие позиции в Москонцерте. Ее концерты проходили непременно с аншлагами. Ее голос звучит во многих художественных фильмах. В фильме «Джентльмены удачи» ее голос звучит за кадром. В фильме «Дайте жалобную книгу» она снялась в роли ресторанной певицы. И вдруг в 73-м году про нее все забыли. Вернее, люди-то помнили. Но ни на телевидении, ни на радио, ни в газетах нигде не было ни единого слова об этой женщине. 30 марта 1973 года эта певица, а ее имя, я надеюсь, вы все помните, Лариса Мондрус, уехала из Советского Союза. Она уехала вместе со своим мужем Эгелом Шварцем и 30 лет уже живет в Германии. И вот спустя ровно эти самые 30 лет Лариса Мондрус вновь приехала в Россию, приехала в Москву. Я очень благодарен этой женщине за то, что она согласилась дать интервью программе «Аллея звезд», за то, что по нашей просьбе она привезла из Германии кассеты со своими выступлениями на немецком телевидении разных-разных лет. А там она, представьте себе, выступала и тоже была популярной и известной певицей, но только уже без фамилии Мондрус. Она была просто певицей Лариса. В общем, грубо говоря, усаживайтесь поудобнее и давайте вместе смотреть сегодняшнюю «Аллею звезд» целиком посвященному творчеству Ларисы Мондрус. Я хотела бы исполнить песню Эгела Шварца на слова Онегина Гаджи Касимова «Формула вечности». Ну, а исполнители выбирают, но узнали. Это Лариса Мондрус. Ты и я — формула вечности, Ты и я — символ любви, Ты и я — это когда мы глядим нежно. Глаза, 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 Тают века, Старицами, Вечны лишь мы, Ты и я. Я пела с детских лет. В детском саду начала петь. И всегда меня подзывали и говорили, «Ларочка, спой что-нибудь». Я любила подражать. Я любила многим певцам, певицам. В то время была такая популярная певица Лолита Торрес. Я тоже любила подражать ее песням. Нравился мне очень фильм «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко. Я помню, что я бежала с уроков и ходила этот фильм, смотрела, ну, буквально раз 15-20. Тогда в то время денег у меня тоже не было много. Мама не должна была особенно знать, что я убегала с уроков и бежала на этот фильм. Но меня фасцинировали там, конечно, эти все песни. И там было много хороших песен. В то время эту музыку к этому фильму написал композитор Лепин. Это, кстати, был латыш. По-латышски можно сказать «Лепинч». К тому фильму он написал хорошие песни. И Людмила Гурченко мне тоже очень нравилась в этом фильме. И я, конечно, пела на концертах на своих и в школе. Я имею в виду в художественной самодеятельности, в классе и на концертных вечерах в школе. Лолита Торрес тогда имела такие очень симпатичные трели в голосе. И они были для меня очень необычными и такими западными. И не такой голос, как в то время был принят, как пели в России. Но вот Людмила Гурченко как раз была эстрадная певицей. Она пела очень симпатично для меня. Мне нравилось очень. Но в то время были и такие народные певицы, которые пели такими типичными русскими голосами, как не совсем так. Ну или такие смешные песни, как Ну в принципе для меня это, даже будучи девушкой, я знала, что таким голосом я точно не хочу петь. А я хотела что-то свежую, какую-то свою манеру. И вот в пении Лолиты Торрес мне очень нравились ее трели. Она пела «Каимбара чудесный мой город». И вот эти все эти трели я вполне переняла потом, впоследствии, и могла пользоваться в своем голосе, будучи уже Ларисой Мондрус. Ты и я были во все веках, ты и я радость и грусть. Ты и я — это начало, начало всех миров. ПЕСНЯ МОДИЯ ПЕСНЯ МОДИЯ ПЕСНЯ МОДИЯ ПЕСНЯ МОДИЯ Земли, 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 земли. Моему голосу идеологическая тематика никак не подходила. Я же не любила, кроме того, в текстах бытовщину. Мне всегда казалось, что русский язык должен звучать в тексте очень красиво, или романтично, или поэтично. И мне всегда нравились какие-то поэтичные сравнения, а не в танце на клубах, в заводском, или вот такие какие-то сюжеты. Это было совершенно не мой амплуа, это мне очень не нравилось. Ну, типа, сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Да, да, да. Ну, вы все помните, все знаете. Ну, я многого не помню, но знаю. Да, да. Бог с ним. Бог с ним, бог с ним. Нет, ну, а с другой стороны, почему, почему можно, в общем, можно же и таким голосом тоже спеть и про какой-нибудь субботник. Почему? Ну, почему нет, что вы люди? Ну, грубо говоря, конечно, утрирую. Да, ну, вы знаете, мне всегда казалось так, что это стыдно брать такие песни. Вот даже я снималась однажды в кинофильме «Дайте жалобную книгу», где я пела песню «Добрый вечер». И, кстати, к этому фильму написал композитор Лепин тоже музыку, но он к тому времени был намного старше, чем в карнавальной ночи. И музыка его для меня с сегодняшней позиции, даже с той позиции, когда я только что вернувшись, приехав из Риги в Москву, вдруг попала в какую-то среду, где песни пелись совсем другие, чем в то время в Латвии. В Латвии все-таки вкус был такой более западный, и песни все брались из радио, потому что мы ловили в Латвии через Балтийское море, конечно, все станции из Финляндии, из Германии, а в Москве слушали всегда все только эхо Москвы, и, по-моему, больше не было никаких других станций. Эхо Москвы-то не было. А, нет, не эхо... Маяк. Маяк, простите, был маяк, да. И приехав тогда, и первая моя запись была в Москве, это был как раз вот фильм «Дайте жалобную книгу», и там была такая песня «Добрый вечер, а что это значит?» Значит, день был по-доброму начат, значит, день был по-доброму прожит, он умножит счастливые дни, он принес нам хорошие вести, подарил нам улыбки и песни, мы как друга его проводили, и уже зажигает огни. «Добрый город, добрый город, добрый город зажигает огни» Мне было тогда стыдно даже брать вот в рот такие слова «добрый город» или «добрый город зажигает огни» или «добрый вечер, родная Москва». Мне это было чуждо, мне вот такой патриотизм какой-то, мне очень не нравилось. Неужели в этих строках есть вот такой какой-то вот патриотизм вот на показ? Вот мне казалось тогда, что вот этот патриотизм был тогда на показ для меня лично, приехав из Латвии. Потом, проживя какое-то время, пару лет в Москве, я, конечно, отесалась и, конечно, я стала быть больше похожей. И, конечно, я больше не брезговала песнями какими-то маститых композиторов, которые, может быть, мне даже и не особенно нравились. Но я знала, что эти песни мне дадут дороги дальше как-то так войти в эту жизнь и иметь отношение к этой большой сцене. В принципе, я была горда, что я могла выступать на больших площадках, что публика меня знала, что песни мои были популярны. Но в основном я все-таки любила ограничиваться песнями о любви. Добрый город, а что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Значит, мирное небо над нами И шумит на бульварах Литва. Он годами, хотя и не молод, Но душою он молод наш город. Добрым людям распахнут и наснешь Добрый город, родная Москва Однажды, это было в 64-м году, Готовилась передача, новогодняя передача, «Голубой огонек» называлась она. И мне предложили такой небольшой сюжет и очень интересный сюжет С очень интересными героями С Гагариным, с Леоновым и с Беляевым. И в то время мой... А, не мой муж, кстати, да, А у меня была песня о звездах, Которую написала композитор, латышский композитор Элга Игенберг. Нас звезды ждут. И, готовя эту передачу, Решили, что эта песня очень подходит как раз космонавтам. И я получила такую небольшую, Очень яркую, очень интересную сценку С Гагариным, Беляевым и Леоновым. С Леоновым я даже танцевала. Гагарин был кинооператором. Снимал меня. И вот я должна сказать, Что вот эта встреча была для меня вполне роковой. Я должна сказать, Что после этой телевизионной передачи Я стала довольно быстро популярной. Товарищи операторы, В кадре наш ассистент Лариса Мондрус. Покажите ее как-нибудь получше. Друг, в небо взгляни, Светят звезды тарь, Ярко горя, словно заря, Зовут огни. Друг, в небо взгляни, Нет преград мечтай, Словно лучи звездной ночи горят они. И нам, верю друг, Суждено судьбой, И лететь над землей голубой, Когда до далекой звезды любовь Пронесем песню счастья мы с тобой. Друг, в небо взгляни, Светят звезды тарь, Ярко горя, Словно заря, Зовут огни. Друг, в небо взгляни, Нет преград мечтай, Словно лучи звездной ночи горят они. Звезды ждут, Звезды ждут, А, Нас ждут швил. Субтитры создавал DimaTorzok А были они невероятно естественными и симпатичными и простыми людьми и относились ко мне очень мило и приглашали меня довольно часто в звездный городок на концерты. У них были праздничные концерты и в своих заявках они часто останавливались на моей фамилии. Но был однажды такой смешной случай. В то время я была молода и симпатична и с хорошими ножками и мода была вполне для меня подходящей. И платья в то время шила в рижском модес ателье. И платья были такие своеобразные и такие я бы сказала на западный манер. Мне казались они по сравнению с Россией или по сравнению с тем как были одеты певицы в России. И выступив и имея большой успех у космонавтов и была очень горда, что я заканчивала программу и была звездой. И так чувствовала себя очень гордой за то, что меня отправляют в звездный городок. Космонавты меня так любят. Прихожу на следующий день в Москонцерт. А в Москонцерте в то время был директор Шапхорин. И он вызывает меня в свой кабинет. И я думаю, ну сейчас я получу столько моря аплодисментов или моря добрых слов в мой адрес. Он насупился и в общем был очень зол на меня и сказал, что я не имею права в следующий раз, если я когда-нибудь поеду в звездный городок, одевать такие платья короткие и что это не подобает советской певице или артистке вообще одевать такую одежду и мондру спеццаря в голове. И в общем я получила просто целое нарицание и чуть ли не до увольнения из Москонцерта. Но сегодня это конечно все смешные какие-то такие забавные моменты и все. Но в то время это было для меня очень, очень болезненно. Я воспринимала все это. Спасибо, Лариса, но мне кажется, вы очень увлеклись. До звезд еще так далековато. До Луны гораздо ближе. Ну что ж, признаю. И готова немедленно спуститься со звезд. На Землю? Нет, на Луну. Так. Ты сказал, что хочешь в этот раз погулять со мной. В тихой летней ночи, в поздний час, в парке под луной. Не скрывая сожаленья, я опустила взор. Где ж твое воображенье, милый мой фантазер? Встречу под часами у метро или у кино. Мы же знаем сами, что давно так завидено. То ли дело ожиданье на голубой звезде. Где ж назначить мне свиданье, встречу назначить. Где же с тобою встретиться мне? Не покою, а на луне. Где же с тобою встретиться мне? Ты ко мне, не по дуною, а на луне, на луне, на луне. Я работала в мост-концерте, и на меня составляли план гастролей по всей стране. И это происходило буквально на год вперед. И я не имела права заболевать и отменять концерты, потому что концерты были планированы по всей стране. Не только по Москве, не только по Ленинграду, не только в Риге, и не только в Киеве, на интересных очень точках или на центральных точках, но и в глубокой Сибири или на юге страны. И, в общем, все это было вполне в жестком, происходило все в жестком режиме. Музыканты хотели зарабатывать довольно много, поскольку, если говорить о заработках, я зарабатывала тоже неплохо. В то время, если я получала 49 рублей за концерт, то инженер получал... Это была просто ползарплата инженера, и я могла бы и довольствоваться и меньшим количеством концертов, но музыканты получали, конечно, меньше меня, и были заинтересованы в жутком количестве концертов. И поэтому мы зачастую работали по два концерта в вечер, а по воскресеньям иногда и по три концерта. И работа эта была для меня, должна сказать, на мой женский голос, на износ. Но и время стало тяжелее, сгущаться стали краски. Для меня, я бы сказала, подкатило такое осеннее настроение ко мне. Вначале меня посылали или иногда, скажем, отправляли в коммунистические страны, как в ГДР в то время, или в Польшу с мюзик-холлом, или в Чехословакию на какой-то фестиваль Дзечинска-Котва, где я заканчивала праздничные концерты и была представителем великой державы и представляла Советский Союз. Но в западные страны меня никогда не пускали. И, очевидно, я была какой-то такой не сильно выездной. Почему я и до самого конца никогда не узнала? Этот закон давно известен, Мне интересен мир без песен, Но если даже дождь идет с утра, Надо, чтоб люди точно знали, Нет оснований для печали, Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз, Не выпускать улыбку и засыпать... Ждите меня здесь! Пускай капризен успех, Он выбирает из всех, Кто может первым посмеяться над собой, Пой, засыпая, Пой во сне, проснись и пой. Профессора Мальцева, пожалуйста. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я должна была довольствоваться Именно только тематическими песнями. Но и мы решили, что, может быть, Имеет смысл обдумать всю эту ситуацию. И в то время, вы знаете, в 1973 году, Тогда можно было по израильской визе Оставить, покинуть Советский Союз. И мы подали тоже свои документы о выезде Со своим супругом, Эгилом Шварцем. И поскольку мы были без, Как это в то время говорили, Без секретности, Поскольку мы были никому не нужный народ, Просто актеры, И никакой секретности не имели Никакого отношения, То нас буквально выпустили за три месяца. Конечно, я до этого уволилась уже Из МОЗ-концерта. Последняя моя гастрольная поездка Была в Норильск, чего я очень боялась, На крайний север. И я думала, ну, там я так и останусь. Никто меня никуда и не выпустит. Вы отработали концерты в Норильске Или в Воркуте? В Воркуте. В Воркуте. Да. В Воркуте. Я помню, что в Воркута была. Да, да, да. Это был концерт в Воркуте. Да. Вот. Вы отработали концерты в Воркуте, Вернулись в Москву И написали заявление об уходе По собственному желанию. Да. Я написала заявление об уходе По собственному желанию. И только потому, Что я знала, что Если я останусь в Мос-концерте И буду работать до последнего дня, То меня будут мотать На этих политических всех собраниях И совещаниях. И я не хотела, чтобы мое имя Или я не хотела ни краснеть, ни бледнеть И не хотела, чтобы меня унижали И оскорбляли. И я хотела совершенно анонимным путем Уйти из Мос-концерта И получив справку О местопроживании В Домоуправлении Я таким образом Стала совершенно нейтральной личностью И было возможно Мне так спокойно уехать, Чтобы никто особенно Об этом не трубил И не знал И не ругал. Эти три месяца, Что вы ожидали Разрешения на выезд Большое количество людей Действительно отвернулось? В основном почти все Особенно меня удивило Такое отношение нейтральное И доброе Муслима Магомаева Вот он ко мне отнесся В то время Так тепло И совершенно без страха И совершенно не осуждая И не боясь За свою карьеру Что я-то в основном Боялась за то, что я Людям сделаю что-нибудь плохое Потому что если бы эти люди Общались со мной Может быть я нанесла бы им вреда Я конечно не хотела Никому доставить Никаких неприятностей Но вот с Муслимом Мы до последнего дня Общались И он меня приглашал к себе И подарил мне свою пластинку К отъезду С трогательной надписью Где бы вы ни были Не забывайте друзей В общем Он остался у меня в памяти Как очень что-то светлое И положительное По сегодняшний день Потому что это время Было вполне грустным Вы понимаете С одной стороны Я была большой певицей Яркой певицей Знали меня На улице узнавали все Была масса поклонников Все народ знал мои песни Любил мои песни А с другой стороны Вдруг ты В течение трех месяцев Не имеешь никаких концертов И чувствуешь себя Совершенно на дне Во-первых страх За завтрашний день Конечно О завтрашнем дне Или о будущем У нас не было С моим мужем Эгелом Ни малейших понятий Мы просто думали Ну За границу На иностранном рейсе На Луфтханзе Или на еще Или на австрийской линии Какой-то Но только не Аэрофлот Ну это смешно О таких глупостях Сегодня говорить И все Но Но дальше этого Мы ни о чем не знали Мы просто провоцировали Свою судьбу И не знали Чем мы будем Зарабатывать деньги Будем ли мы Мы когда-либо Артистами Или будем заниматься Совершенно чем-то другим И это конечно В Риме Эти три месяца Были очень Несимпатичными Просто я жила В страхе И В таком вполне Я бы сказала В пессимизме Потому что мы Вроде бы отказались Открыто от одной жизни От одной Опробированной жизни И от славы От популярности Отказались от гражданства Заплатили Большие деньги За образование Советскому государству И в принципе Не думали о том Что нас ждет Там Впереди Здесь Каждый дом найдем Хоть глаза Завяжи Где-то За тем углом Детство вдаль Бежит Ты Погоди Погоди Уходить Навсегда Ты Приводи 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 На суда Иногда Детство Мое Постой Не спеши Погоди Дай мне Ответ Простой Что там Впереди Итак 30 марта 1973 года Этот день Лариса Мондрус Запомнила На всю жизнь Видимо Для нее Это был Самый Тяжелый День В ее жизни Именно В этот день Она Вместе С мужем Эгелом Шварцем Улетела Из московского Аэропорта Шереметьево Улетела В полную Неизвестность Они Не знали Где Они В результате Останутся Жить Они Не знали На что Они будут Жить В карманах У каждого Из них Было Всего Лишь По 100 Долларов США Это Максимальная Сумма Которую Меняла Советское Правительство Русским Советским Эмигрантам Итак Март 73 Года Карьера Певицы Ларисы Мондрус Закончилась А карьера Певицы Лариса Еще не началась Когда Вы Прошли Паспортный Контроль В Шереметьеве Вы оказались На нейтральной Территории И вот он Самолет Вот этот шаг До самолета Трудно Сделать Да Когда ты понимаешь Что больше Ты сюда Никогда Не вернешься Не знали Что будет Перестройка Да Ты понимаешь Что больше Сюда никогда Не вернешься И может быть Никогда Больше не увидишь Своих родных Вот этот один шаг Трудно сделать Да Но этот шаг Для меня Эмоционально По сегодняшний день Еще очень Яркий Никогда Не забывается Потому что Меня провожали Близкие мои люди И конечно Мама И папа И мама Очень громко Плакала И рыдала И долго Я слышала Уходя Совершенно В другую сторону Как мама Переживала И плакала Она то знала Что она меня Долго не будет видеть А я то Понимаете В то время Не думала Так много О маме Или о папе Или о прошлой жизни Я была настроена Только на то Что будет со мной Завтра Ну я была молода И меня интересовала Моя жизнь Я все время Хотела думать о том Чем же я буду заниматься Что я буду делать дальше И этот момент Был конечно Очень печальным Болезненным Но Я сама себе Тогда заручилась И сказала Никогда Больше моей ноги Не будет Назад пути Нет То есть Так я для себя Решила Как Как Какое-то Освобождение Что ли И все Но я в то время И не имела понятия Что здесь будут Такие реорганизации И С одной стороны И что я сюда Снова приеду Конечно Мы прилетели туда И попали потом Через несколько дней В Рим Куда собирались Все Эмигранты У нас была У нас была возможность Или поехать в Израиль Или В Америку И мы не захотели В Израиль С мужем И заявили об этом Слух Сказали Что мы хотим Мы не хотели В другую страну Мы хотели В основном На свободу Самое главное Для нас была Свобода Не обязательно Не религиозные Соображения Не политические Соображения Короче говоря Я хотела Жизнь Я Жила в политическом Государстве В России Вне политики И я хотела На западе Жить Оставаться тоже Вне политики И в принципе Я должна сказать Что мне это И по сегодняшний день Удалось Хотя я Сегодня стараюсь Все-таки Как-то так Ко всем политическим Вопросам Что касается Моей страны В Германии Тоже иметь На все Какое-то свое Отношение И свое мнение Да Так что мы Поехали в Рим В Риме мы были В течение Шести месяцев Начали учить Там английский язык И И За это время Посетили Нас Мои близкие Знакомые Из Германии И они Помогли мне Получить визу В западную Германию Мы приехали В западную Германию Устроились там И начали искать Конечно себе Работу И думали Ну чем же Мы теперь Займемся Вроде бы Так считается Что Артист Если Если Поет На русском языке И приехал На запад Кому он нужен Кому нужен Русский язык В западной Германии Там поют По английски Поют по итальянски Поют по немецки Но Никто не поет По русски И никому не нужна Певица Русская певица Поющая на русском языке И Вот там Мне и пригодилась Мое умение И подражание Иностранным певцам И вот И со слухом Моментально Да Сориентироваться И И именно Да я думаю Что это просто Мой музыкальный слух И я думаю Что у меня был Просто какой-то Очередной Какой-то Дар К иностранным языкам И Надо сказать Что я Нюансы произношения Моментально Улавливали Во-первых Довольно быстро Да Что Потом После первой записи Мне говорили Все Ну Лариса Вы поете по немецки Так как настоящая немка А я знаю Что в то время Был один единственный Певец Который имел Какую-то популярность В западной Германии Из востока Это был Карел Готт И он пел С таким Довольно Большим акцентом По-немецки Но его народ Любил У него был Назывался Золотой голос Из Праги Карел Готт И в общем Я должна сказать Что меня приняли Тоже с теплом И к моему пению Отнеслись тоже Вполне положительно Я получила Контракт С фирмой Полидор И С той поры Фирма Начала заботиться Обо мне Конечно Там уже шла Речь И о гонорарах А не концертная ставка И гастрольные надбавки Там вот Я начала получать Конечно И гонорары И в общем Я очень быстро поняла Что я Из черно-белого фильма Вы знаете Как перебросилась В одну секунду В цветной фильм Потому что В то время Телевидение В России Не было еще цветным Были только первые Какие-то Пробные передачи Да Потому что В России В России В России Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы задали мне, по-моему, правильный вопрос На который я не думала долго Но вы знаете, так вот если откровенно, так совсем откровенно То, может быть, и не уехала бы Да, я думаю, что вот эта несвобода политическая И закрытый занавес И именно вот то, что люди не имели возможности Право передвижения Я думаю, что это было для меня Очень важный момент Субтитры создавал DimaTorzok 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 Там я не пела сольные концерты Там даже почти нету такой возможности петь сольные концерты Там можно было петь 4 или 5 или 6 песен И иметь какой-то свой блок Или на телевизионной программе Или в концертной программе В каких-то группах часто выступать Но это состояние мне очень нравилось Потому что я получала вполне хороший гонорар За каждый концерт Но за эти концерты Мне было достаточно 3-4-5 концертов в месяц Я оставалась при своем голосе Я никогда не должна была надрываться Мне было достаточно больше, чем предостаточно Особенно будучи вполне скромной Поскольку я только что выехала из Советского Союза И знала, что все, что там я получала Это было все равно мизерой гроши И я в принципе зажила хорошо И я не нуждалась И на Западе нету такого положения Что актеры или работают на износ Там никто не работает ни 60 концертов Ни 50, ни 40 А по 3-4 концерта в месяц В основном на Wochenende, как говорят у нас На пятницу или субботу Вот это самые дни такие Когда где-то устраиваются концерты И вот этого мне было вполне достаточно И это было вполне интересно И это меня вполне устраивало Поскольку это в материальном отношении Было больше, чем интересно Субтитры создавал DimaTorzok В Германии до сих пор я никогда не слышала Никакие группы на русском языке Не были просто никогда Никакие группы, поющие на русском языке, популярны А вот эта группа Тату Тату, это вроде бы какой-то перевод Та-ту Это мне в Германии даже объяснили Я не знала, что это за... Я думала, тату По-английски что-то непонятное Но эту группу играет без конца Она просто буквально у нас в Германии По чартам на первом месте Ну, конечно, девочки молоденькие И там какая-то провокация есть На эту тематику и все Но мне это вполне устраивает И мне это нравится Я знаю, что по-русски это вроде бы название Я сошла с ума, я сошла с ума Мне нужна она Мне нужна она Это мой сын в интернете посмотрел Или послушал этот русский вариант А по-английски это звучит очень хорошо И аранжировка колоссальная И запись была сделана в Англии Это для меня интересно Я очень рада, что молодое поколение Из России получает возможность Тоже выйти все-таки на большой мир И не только петь у себя в России Какую страну вы больше считаете своей? Трудно сказать Я думаю, что больше своей страной Я считаю больше Германии Я прожила там 30 лет И, конечно, мне здесь до боли все знакомо Многое незнакомо Конечно, я смотрю Все, что происходит здесь С более критическим глазом на все Поскольку у меня есть с чем сравнить Все ситуации Но мой дом, я себя чувствую дома в Германии Ты стоишь в зашете А ты не смешан А ты стоишь в зашете И у тебя есть Дункль Дункль И все тябри Секрет Секрет И твоя � другое Субтитры создавал DimaTorzok 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 В апреле этого года Лариса Мондрус приезжала сюда в Россию в сегодняшнюю неделю. Причем приезжала не одна, а с 20-летним сыном Лореном. Я был уверен, что он не говорит по-русски, потому что родился там, в Германии. Каково же было мое удивление, когда он заговорил со мной практически на чистейшем русском языке. Потом я спросил у него, Лорен, а где вы учили язык? У вас была школа, преподаватель? Он говорит, нет. Моим учителем была моя мама. У нас с Ларисой Мондрус было несколько встреч в Москве. Не только здесь, в студии программы «Алея звезд», но и на радио «Эхо Москвы». Мы общались с ней два часа в прямом эфире. И две вещи меня поразили безумно. Первая вещь – это то, что с ней удивительно легко общаться. Не только в прямом эфире и на радио, но и просто по жизни. Она удивительно легкий, контактный человек. С какой непосредственностью она радовалась каждому телефонному звонку в эфире «Эхо Москвы». Каждому сообщению на пейджер. И еще одна вещь, с которой я поразился. Как же был рад ее сын Лорен, когда он увидел такое количество сообщений на пейджер, такое количество телефонных звонков. И, наверное, как я думаю, он до конца уже, вот в тот день понял, что его маму Ларису Мондрус здесь, в нашей стране, чуть не сказал в Советском Союзе, помнит и любит, несмотря ни на какие, 30 лет разлуки. Я искренне хочу пожелать Ларисе Мондрус, этой удивительно веселой и мужественной одновременной женщине, успехов в ее нынешнем тоже нелегком деле. Как вы знаете, она владеет несколькими обувными магазинами в Германии. Я желаю ей, искренне желаю удач, и очень бы хотелось, чтобы она приезжала сюда, в Россию, еще неоднократно. Вот на сегодня это все. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. До свидания и до встречи у нас на Аллее звезд.